Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и я продолжаю дуэльную партию против Ниндзя. Это вторая серия. Пожалуйста, если вы не видели первую, то вернитесь к ней. Ссылку на неё вы можете увидеть в верхнем правом углу. Белая кнопочка I. Нажмите, кликайте на первую серию и переходите. Начните смотреть с неё. Ну, а я продолжаю. Продолжение следует... После того, как у меня ляснулся интернет. Так, я же собирался вообще эту строить. Цирк. О, блин, 9 ходов цирку с Максимуса. Тут 5 ходов. Нет, давайте тут попробуем. А чё это слабенько тут? Производство вообще, ну, блин, вроде есть. Чё 9 ходов? 9 ходов ждать, пока он построится? Не, лучше тут за 5 построить. После Стоунхэнджа. То есть, 8 и того. Так, что тут у нас в джунглях мы оставляем. Да, вот тут производство надо. Конь. Побежал конь. Тут конь. Наверное, туда его перекину. Снизу пойду на него. Я просто тут уже тренировался с Био. Пытался к нему высаживаться этими... Как его? Гуннскими лучниками у него Россия была. В общем, считаю, проиграл именно из-за того, что неверно выбрал место высадки. Так что... Ну, правда, тут ещё варвары могут быть. Видите, тут этот лагерь. А я боюсь триремой вниз плыть. Но коняшками тут побегать надо в любом случае. Так, распространяем религию. У меня там пагоды, да? Пагоды и вера с этих. Ну, вот надо ещё в Сальвадор будет следующим ходом распространить, и всё будет хорошо. Так, что у нас у Трио-де-Жанейро обрабатывает. Нормально обрабатывает. Или лучше вот это обрабатывает. А, два хода. Ладно, подождём пока. Так. И так-то, и так-то, и так-то, и так-то. Но тут производства больше. Окей. И в Сальвадор и религия распространена. Всё, тут вера пошла. Блин, Сальвадор вот плохо у меня окучен. Надо быстрее им заниматься. Что-то он чеченицу не строит, нифига. Он давно, кстати, вышел в гражданскую эту. Интересно. А когда у меня универы? О, один ход. Скоро универы надо будет строить уже. Блин, я не понимаю, почему он играет в два города, честно говоря. Ну что. Спускаем лошадок на воду. Вот и варвара. Ну, в принципе, если он меня тут проатакует, то я смогу высадиться. Так, а что я хотел брать? А, я хотел брать волю и строить пирамиду. Но пирамиду он тоже не построил. Странно. Коммерцию может тогда взять. Ну, денег вроде нормально. Ну, а с другой стороны, а воля что? По одной культуре в городе, в каждом. Блин. Сложно. Но у него воля принята. То есть он может построить. С другой стороны, нафига мне уже пирамиды? Я как бы и так неплохо нынешними... Блин. Не знаю, прав я или нет. Блин, тут и тихо. Так, универ, универ, универ. Встали. Тут универ тоже. Ну что, что же будет с моими конями? Проатаковал. Ну, вроде высаживаюсь. Ой, блин. Ой, а вот он повел. Поставил никею. Класс. Ну, я не вижу, чтобы это был каким-то хорошим городом, честно говоря. Ладно, пойдем попробуем в другом месте высадиться. Не надо, чтобы он с этим лагерем разобрался, честно. Буду... Буду с вами честен. Ну, я еще могу один караван построить. Ну, мне надо, наверное, морской построить и отправлять его в этот город. Правда у меня счастья пока нету нифига. Странно, он ни чеченицу не строит. Ни эти, ни... Ни пирамиды. Блин, помрет у меня тут конь. Ну, зато на его территории побузил слегка. О, а что у меня тут не построено? Это зря. Так, какой-то караван, по-моему, прекратил бегать. Ну, не знаю, что он говорит. Тут только один лагерь на море, вот. И все. Как бы, конечно, они мне помешали, тут коням моим, но... Ну, не знаю, кстати, где мне высаживаться лучше, тут или тут. Ну, наверное, город вот... Ну, блин, вряд ли мне город тут стоит. С другой стороны, отсюда я могу еще куда-нибудь поймать. Наверное, вот сюда надо будет. У меня там, блин, юниты, наверное, есть. Я уверен, какие-нибудь. А тут... Ай, блин. Мне вообще-то хочется больше сюда прыгнуть. Так, три хода до цирка. Сколько цирк даст? Плюс пять счастья. Ну, неплохо, неплохо. Купила мама Леши отличные галоши. Так, я уже могу эту клетку обрабатывать. Да, отлично. Один даже безработный есть в лагерь. Ой, в рынок посадим. Так. Блин, тут еще... Может, пирамиды и неплохо было бы все-таки построить. Так, два-три. Два-три. Остальное все. А, вот еще одна. Тоже нормально. Так и оставим. Ну, неплохо. Но он, видите, третий город все-таки поставил. Вот только-только. Ой. Ой, 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 ой. Ну, что-то пограбил. У него, видите, академия уже. Ну, конечно, с библиотеки уже родились. Родился ученый. Блин, я вот не знаю, вырубать ли сани вырубать. Ну, это же производство. У меня тут с производством не фонтан. Так, откровенно не фонтан. Может, часть вырубить, а часть сделать лесопилками все-таки. То есть, стерео-то и расти тоже куда-то надо. Ну, что, граслэнд, граслэнд. А вот плейнс. Наверное, надо вырубить плейнс, которые... И там, там будет три еды и одно производство. Так. Наверное, тут надо. Убежал. Так, шесть счастья. Ставим город. Мне же Оксфорд не нужен. Не нужен. И значит, из «Надцать чудес» больше мне вроде ничего не надо. Так что ставлю город. Денег у меня дофига. Сколько мастерская стоит? 420. Так я мастерскую скоро куплю просто. Да? Да. А, смотрите, я столицу открыл. 14. У меня 11. Ну, для игры в два города не фонтан. По-моему. Четыре города, а в итоге его все равно... Ой-ой-ой. Зачем я сюда походил? Блин. Дебил я какой-то, честно говоря. Там у него лучник стоит? Вот тут явно. Или тут? Тут или тут? То есть... Так бездарно отдать коня? Это надо уметь. Так. А у меня сейчас счастье закончится. Вообще-то... Блин, не знаю. Может тогда чеченицу все-таки попробовать? Он ее как-то не строит. 11. 7. Знаете-ка, наверное, прекратим рост Сальвадора. То же самое и Сан-Пауло касается. Да, и Рио-де-Жанейро тоже. А вот Бразилия пускай растет. Так, ниндзя в Ренессанс вышел. Интересно, куда? Неужели в астрономию? Да. Ну, типа науки побольше. Ну, посмотрим. Я могу к нему посадить шпиона. Что естественно... Ой. Что естественно и сделаю. Так. В Сальвадоре уже есть универ. Я, кстати, отстал по науке, конечно. Надо раньше было... Мне еще, кстати, нужны лодочки. Она будет караванами. Скоро закончат эти бегать морские караваны. 5 и 7... А, это в Рио. Стоп. Тут уже, наверное, заканчивается. Все, вот Сан-Пауэлл, Сан-Сальвадор сейчас закончится вообще. Я их на производство пущу. Ага. Тут эти стоят. Ну, по идее... Мне только вот тут варвары могут мешать теперь. А, слушай, что-то в законе. Так давайте я, наверное, тут куплю. Блин, 420. Ну, один ход потерплю. Ладно, так уж и, блядь, и куплю следующим ходом... ...мастерскую. Ну, вот мне еще цирк тут нужен. А что насчет конюшни? У меня только одни лошади. Эх, что он тут обстреливает мою эту? Так, подожди один ход. Обожди. О, я скоро смогу... ...это уникальное улучшение Бразилии фигачить. Блин, Каравеллы... Ну да, он же открыл... Блин, Каравеллы-то хреново. Что-то, может, мне уже пагоды тогда покупать? В принципе, что мне религию укреплять-то? А вот пагоды... Лишнее счастье и города смогут расти. Да, да. О, плюс 2, и культурка плюс. Так, пока сушим тумболодце. Рыбку начнем обрабатывать. Прям не посадил в универ, видите? Так, ну что, можно Сан-Пауло и Сальвадор вырасти. Один ход. Э-э-э, блин. Я бездарную трирему профигачил. И мне теперь... Надо трирему построить. Очень срочно. Так, все, Сальвадор у нас вырос. Отличненько. Так, а мы куда пойдем? Надо ли мне компас открывать? Нужны ли мне голиасы вообще? Я думаю, не очень. Я думаю, что нам надо прямиком в индустриализацию. Так, только в печатный пресс. Печатный пресс через кавалерию. Вот так. Так, пойдем. Блин, как же я так... Сейчас, если каравелла ко мне приплывет до постройки триремы и разграбит мои караваны, я буду иметь очень бледный вид. О, Артемида построена. Значит, Артемида мы отменяем. Так, а что нам тут нужно? Нам бы что-нибудь на счастье бы. О, может, а и Софью построим. Укрепить религию никогда не поздно. Так, и мне караван еще нужен. Кстати. О, закончил бегать. Теперь мы в Рио на производство. Отправим. А этот, когда закончит бегать... Блин, у меня один караван. Но я просто не хочу из Бразилии отправлять в Рио на еду. А у меня тут еще нету мастерской. Вот в чем проблема. Да, производство в Рио, конечно, не очень. Еще вот тут надо стоять. Тогда никто не проплывет точно. Так, у меня еще два счастья появилось. Фиг знает откуда, правда. О, я могу уже... Да, давайте-ка мы займемся джунглями, наконец-то. Так, надо дорогу в Бразилию провести. И тут тоже джунглями заняться. Так. Так. Не мучил. И так два, и так два. Отлично. Мой город стал религиозным. Так, что-то у меня все быстро стало открываться. Прям не дорадуюсь. Так, что у нас конюшня здесь? Только одни овцы. Не очень. Давайте-ка тут попробуем великую стену бахнуть. Так, поведем дорогу к Бразилии. А здесь нашу кастрюльку построим. О, караван перестал бегать в Рио-де-Жанейро. Отправим на производство. Отличненько. Что нам говорит демография? Ну. Не так все плохо, как мне кажется. 16. Ну, отстает, правда, столица по росту, конечно. Ну, по-моему, тут Парфенон, да, глян. Так, а что, кстати, он строит? Непонятно. Нифига себе, у него Никея только недавно единица была, а теперь уже 7. Быстро растет. 16, 14, 7. У меня, конечно, поменьше все это дело. Как-то у меня джунглей немного, да? Для Бразилии, где много диких обезьян. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Может построить... Пустить морской караван в Бразилию. Блин, ну там эти варвары... Очень не в тему. О, арбалеты стоят. Ужо. Да, наверное, все-таки надо пустить караван в Бразилию на производство. Чтобы он быстрее приходил в себя городок. Отлично. Так, что у нас там на укрепление осталось? Ну, возьмем, наверное, плюс 50 с каждого великого человека, чтобы пагоды быстрее строить. И... И... Может, счастье с... храмов. Построить храмы? И пагоды быстрее? Да. Так, наверное, и сделаем. Не понял, нет. Не понял, нет. А, храм у меня уже бесплатный тут. И бесплатный сад. А, нет, сад. О, так может мне построить тогда действительно висячие сады? Я бесплатный сад получу. Так, что у него? Ага. Ну, у него армия такая нехилая. Если он решит плыть ко мне, я буду иметь бледный вид. С другой стороны, плыть ему чем? Я надеюсь, все-таки стену построить. Блин, я думал, не этот рабочий был. О, денежка пошла с моей кастрюльки. Так, ну я не знаю, тут больше вроде нечего обрабатывать особо. Вот, пойдем ферму тут построим в Рио-де-Жанейро. Не терпится Алёше надеть свои галоши. Так. Я вот думаю, в Бразилию на производство отправлять или все-таки на еду? Ну блин, у меня только два счастья. Ну я уже могу пагоды купить, по идее. Золотой век. Это очень неплохо. Наверное, на еду надо все-таки сюда отправить караван. Так. Ну а здесь построить уже гильдии тогда. Гильдию артистов, гильдию писателей. Потом National Epic. Как-то так. Он, а не, он уже ко мне, наверное, может посадить шпиона. Он уже, наверное, может ко мне шпиона посадить и смотреть, что там у меня. Блин, мне бы вообще открыть что-нибудь получше, чтобы было корабли получше. Ученый. Ученого мы перекинем к столице и вот сюда посадим. Так, висячие сады мои. Что опять же не может не радовать. Вот я, блин, думаю, на производство или на еду? Ну, смотрите, четыре счастья, да? Наверное, все-таки на еду надо в Бразилию. Пускай она быстрее растет. Тут у нее производство есть. То есть есть что обрабатывать-то, в принципе. Парфенон я построить не смог. Ну и фиг с ним. Я в Ренессанс вышел. Так. Храмы везде хочу построить, чтобы у меня еще счастье было. Пошла на еду в Бразилию. Так. У меня деньги есть. Наверное, надо в Бразилии производственные клетки скупать. Вообще, как бы он ко мне арбалетами не приперся, вот что меня волнует. Вообще, надо воркшоп купить в Бразилии и построить эту. Да. Четыреста. Что у него с деньгами? У него с деньгами похуже. Литейку построить. Да, надо будет купить здесь. Четыреста двадцать. Ничего не поменялось. Два хода подождем как раз. Блин, забыл посадить ученого. Так, могу спереть. Манковское дело. Почему нет? А, я использовал ученого. Отлично. Покупаем и здесь строим литейку. Наше счастье не знает границ. Мы такие счастливые. Ну, наш народ. Я имею в виду, конечно же. Так, на еду все ставлю. Угу. Тут у нас что? Некуда на еду ставить, как и тут. Так, ну что, производства у меня больше, еды меньше. Ну, по науке постепенно догоняю. Он четвертый город так и не поставил. Но у него никея быстро выросла, конечно. У меня города медленнее растут почему-то. Угу. так что мне тут еще обработать наверное вырублю все-таки тут лес очень мало производства давайте-ка куплю здесь караван 280 в столицу бразилия растет ну кстати пускай воркшоп обрабатывает давайте-ка пожалуй святилище что мне все-таки счастье дают храмы так что храмы будут в тему ну как всегда на этой карте важно чтобы был уголь важно чтобы был алюминий уже стало доброй традицией что мои видео выходят при поддержке 2gis справочника и карты городов кстати 2gis попали в тройку лучших приложений app store за 2015 год так что не забудьте зайти на сайт 2gis.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу 2gis если быть точным итак счастья у меня много теперь это надо конвертировать в жителей поэтому пока вот так сальмадор не растет ну пусть я туда отправил производство а в сан паулу бегает все еще на еду пагода в сальвадоре купилась так 3.1 надо столицу отжирать тут уже нити голые клетки с водой обрабатываются вместо чего нибудь нормального ну интересно сильно я от него ну по науке вход отстаю мне интересно производство у меня больше сейчас еще построю эту еще больше станку сан паулу потому что я видимо перестал бегать караван так экономика лагеря польдеры золотой век закончился так кстати он пизу строит он пизу строит я пизу не буду значит строить так бараки амфитеатр караван сарай конюшня ну статую зевса пока мне больше ничего из того что там есть не надо так скоро тут еще ученые появится блин долговато у меня индустриализация а сколько у него а через шесть может мне через шесть ходов у него индустриализацию спереть я надеюсь она сопрется у него я думаю что он кстати он еще не вышел в индустриализацию лучше мне вместо этого в химию пойти или вообще в научную теорию амфитеатр сарай 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 Так, ну Бразилию более-менее отъедаем. Давайте, может, тут универ лучше, а не арены. Пиза построилась как мы все и ожидали. Так, кстати, в столице можно вон мельницу. А, она дорогая. Давайте построим. А, она дорогая. Или, знаете что, или покопить деньги на этот. На фабрике, точно. Давайте хотя бы на одну фабрику. Мачу-пикчу, запретка. Да. Сейчас будет мне мои люксы запрещать. Кстати, а вышел? Может он уже вышел в индустриализацию? Нет. Нет, не вышел еще. Так, ну счастье у меня все еще есть. Не знаю. А, ну вот правильно, я акустику открою, потому что у меня начинает две культуры еще с моих этих, начнет капать. Ну, пожалуй. Наверное, надо все-таки тоже в академию посадить. Два хода. Это, блин, тут проблема в том, что он мог и не садить ко мне шпиона, а к себе посадить. И убьет у меня тогда шпиона у него. А я в индустриализацию. Ну, вот он вышел в индустриализацию, как видите. Так, статуя Зевса. Не знаю, может построить бараки и побегать у него рыцарями. Бараки все-равно пригодятся. Ученых тогда все-таки не садить. Нет, я не буду тогда в академию его. Садить надо сохранять. Ну что, убьют меня? Следующим ходом. Ладно. Все, пагоды у меня везде куплены. Блин, а мне надо... Карнавал. Мне надо выходить в индустриализацию тупо для того, чтобы... Покупать инженеров за очки веры. Ну что, у меня производство, да... Ой, не производство, культура пошла. Неплохо. Неплохо культурка валит. Неплохо культурка валит. Неплохо. 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 Так. Ну я его реги уже смотрел. Так, что я хотел... Я туризм хотел посмотреть. Ну... Мало ли, знаете, бывает... Блин, убили. Хреново. Так что мне надо индустриализацию все-таки открывать. Так, зачем я хотел деньги сохранить? А, построить сразу... Да, оставим деньги на фабрике. Так, рыцарей. Стены, амфитеатр, конюшня. Триремы. Ну, под защитой Триремы буду высаживать рыцарей. Под защитой Триремы. Блин, я еще, конечно, не открыл астрономию. Блин, Константинополь двадцать, а у меня еще пятнадцать. Правда, он Сан-Паулу подрастает все-таки. Что-то денег у меня немерено. Хотя у соперника тоже не то, чтобы мало. Но он Мачу-Пикчу построил, а я не строил Мачу-Пикчу. У меня не было возможности. Поэтому я и удивляюсь. Так, что у него там с армией? Блин, у него там армия нехило. Так, и тут универ построен. Ну, уже неплохо с наукой. Интересно, я правда отстаю, я не отстаю по науке от соперника. Ага. 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 Да-да-да. Надо Сан-Паулу заняться, конечно. Так, этот бегал в Рио-де-Жанейро, по-моему, да? Отправляю опять на еду. О, вон он поставил город, где фигасе. Будет мне караваны шулигравить? Полностью охреневший. Так я тут зря, значит, строю. Надо, наверное, вот тут внизу высаживаться. О, рыцарь за один ход пробегает. Так, надо будет через два хода закончиться золотой век. Через два хода использую писателя. Блин, мне надо открыть каравеллы. Я уверен, что он тут каравеллу строит, чтобы... Ладно, встанем тогда тут. Чтобы он по-минимуму... Ну, к сожалению, этот караван, наверное, разграбит. Ну, что поделать. Он ради этого город поставил, что я ему мешать буду. Так... 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 Не знаю, может подождать, пока я открою каравеллы, чтобы через океан можно было плавать. У него, по идее, там уже гатлинги и так есть явно. Тяжело. Субтитры делал DimaTorzok О, тут фордж хорошо пойдет, тут аж три железа. Ну давайте, блин, в Никею посадим. Не, надо в Константинополь все равно садить. А может к себе посадить? Да не, в Константинополь. Что я выдумываю? Он опережает меня по науке. Так, осветилище у меня что-то построено, ну тогда храм. Так, золотой век закончен. Возьмем науку с ученых. Так, веселее уже. Блин, я наверно подожду возможности плавать через океан. Я так думаю. Открою индустриализацию, потом компас, астрономия. Вот это все. О, есть у меня уголь, отлично. И даже один уже, да. Зашибись. Так, что у нас с производством? 23, 29, 8, 38. Значит здесь мы будем строить. Здесь мы купим, видимо. Да, и здесь мы будем строить. Угля у меня, в общем, завались. Ну, этого к себе можно посадить. Или, блин, ливники. Да не, к себе. Так. Не могу еще плавать через океан. Жаль. Блин, я сейчас счастья лишусь, походу. Ну, видите, он может и против этого, и за это проголосовать. Так что, к сожалению... Так что, к сожалению... Так, что у него с армией? Многовато, но это, думаю, он каких-нибудь, знаете, апнул в гатлинге что-нибудь. Так, вот тут надо обработать. Так, фигней у меня тут занимаются рабочие. Так, я еще могу караван, кстати, построить. Или мне его купить лучше? Ну, из всех трех городов в столицу уже бегают караваны, да? И какой мне еще лучше отъедать? Наверное, надо в Сан-Паулу на производство пустить, чтобы быстрее построилась эта фабрика. Ну, как видите, все прошло, к сожалению. Так, Бразилию мы больше не растим пока. Теперь чисто на производство. Сальвадор. Да, надо купить караван и отправить на производство в Сан-Паулу. А, так я же уже тут купил фабрику, вот фу ты. Тогда на производство в Сальвадор. Может в Бразилии купить морской хочется? Блин, ну, так. На инженера. Какие у нас тут чудеса есть? Наверное, Сикстинскую капеллу стоит инженерам бахнуть. Хотя у меня 9 ходов, а у меня будет только через 6 ходов. На производство пущу в Сальвадор. Хемеди, он по нижней ветке пошел. Так. Угу, там уже нету ничего. Отлично, будем там высаживаться. Так. Ну, я построю фрегат и тот город его попытаюсь взять. Что у него там стоит? Бессмысленно. Так, зоопарк построен. Бессмысленно. Продолжение следует... Ну, я хочу фрегаты строить, просто пока три хода подождем. Интересно, у меня тут вообще пробежать можно снизу или нет? Так, ну что, Сальвадор, не подведи, давай на один ход. Блин, надо производство где-то найти. Все равно три хода. Так, а что у нас тут? О, все равно три, блин. Что, без вариантов? Не убыстрить. Только через три хода будет. Интересно, что он в Антиохе строит. Прямо очень интересно. Блин, прям, может, даже надо было и наземный, ой, и морской караван пускать в Сальвадор. Тогда бы точно за два хода построилось. Эх, испугался я Низю, видите. Все один ученый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, два хода. Печаль. Так, давайте думать, что брать. Я бы взял, если я первый выйду, я бы взял, наверное, Свободу и просто иностранным легионом попытался бы Ниндзю вынести. Иностранным легионом, поддерживаемым фрегатами. Правда, я боюсь, что если он первый выйдет, то, собственно, иностранный легион будет у него. Так что мне очень важно первым выйти. Так, похоже, моему коню тут гаммовер. Так, похоже, моему коню тут гаммовер. Интересно, кстати, я не посмотрел, может, у него нету фабрик, поэтому он не может... Ну, в столице Гатлинг Ганны строит. Как видите, в столице у него нету фабрики. Может, у него нету угля? Подождите. Нет, уголь у него есть. Может, я фабрику не заметил? Не, ну фабрика вот тут должна быть с двумя специалистами на производство. Так, походу, у меня будет свобода. Отлично. Это очень хорошо. Какие приватеры. Так, тут у нас... Железо неплохо обрабатывается и... Ну, я думаю, мне храмы уже не нужны. И Биг Бен мне уже не нужен. Вот, к счастью, еще понадобится. Я не понимаю, зачем он антиох... Может, это просто у него четвертый город, а не для того, чтобы моих караваны грабить. А я как-то так волнуюсь, типа, по этому поводу. Так, так. Да. Отлично. И у меня еще... Короче, у меня иностранный легион будет очень скоро. Так. Ой, блин, я тут забыл про... Про все на свете. О, так у него тут... А, ну да, четыре города. Нет, подождите. У него пять городов, походу. Ну. Офигеть. А зачем? Чего-то непонятно. Но у меня через два года хода иностранный легион. Как хочешь, ниндзя, но у меня иностранный легион будет. Ну и, наверное, под Никею надо... Я не буду пытаться сразу столицу захватывать, наверное, под Никею надо высадиться. А почему он не атакует? Я не пойму моего рыцаря. Что это за блажь такая? О, опять я могу спереть теху. Все-таки правильно я посадил его. В Константину. Вот, убил все. Ну, я думаю, это, наверное, не единственный, потому что три, хотя... Так, смотрите, давайте мы сейчас его спалим, чтобы уже взять иностранный легион. Побыстрее не походил, чтобы ему не показывать, что у меня есть иностранный легион. Хотя, я думаю, он и так... Прочекает. Так. На что бегал он на производство? Ну и продолжим на производство, собственно. Ну что, смогу я разграбить уголь или нет? Узнаем на следующем ходу. Ну, не знаю, зачем он поставил рабочего, но рабочего нету зоны контроля. То есть, я, видите, не теряю ход. Так-то у него угля нету. Ну, блин, ну... Я так понимаю, что он в столице так и не построил. Да, так и не построил до сих пор фабрику. Хотя уголь у него был. Как минимум. Так. 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 Золотой век кончился. Так. Продолжение следует... 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 Блин, боюсь я сливаю легион, но у него, конечно, тут плюсы всякие есть, от Химедзи, от его религии. Субтитры сделал DimaTorzok Да, возможно стоит отступить, как-то не очень мне нравится, как тут дело происходит. Так, ладно, тут шкулы, тут шкулы. Если у меня уничтожить легион, мне отбиваться от него нечем будет. Ну, антиох, я думаю, я возьму все-таки. На этом пока все, игра получилась длинной, так что разобью ее на несколько серий. Продолжение, надеюсь, будет завтра, ну или минимум, максимум послезавтра. Спасибо, что досверли до конца, вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь Дуагис и играйте в умные игры.